День четвертый. Сука, я жрать захотел. Я проснулся от адского звона в голове. Я проснулся от адского звона в голове. Казалось, этот звук еще и идет откуда-то из глубин сознания. Однако, несколько придя в себя, я понял, что виной всему будильник. Странно, откуда он здесь взялся и почему стоит рядом с моей кроватью? Часы показывают пол восьмого утра. Ольга Дмитриевна, похоже, уже ушла. Значит, на линейку уйти меня никто не заставит. Следовательно, можно еще поспать. Я закрыл глаза, и мое сознание уже переключилось в дневной режим. Получается, пора вставать. Стоит распланировать день в конце концов. Хоть сегодня необходимо что-то выяснить. Тем не менее, в голову решительно ничего не приходит. Надо окончательно проснуться и заняться утренним туалетом. Бля, эта хуйня вонючая пришла. По дороге к умывальнику я встретил Женю. Чего это ты в такую рань? А что такого? Она посмотрела на меня так, как будто бы я ее чем-то обидел. Ничего, просто спросил. Вот иди куда шел. Конечно, Женя в лучшем настроении не очень приветлива, но сегодня она оказалась чересчур разлобленной. Шалава тупая, блядь. Книгу, походу, не дочитала. Холодная вода немного возбодрила меня, туман в голове рассеялся, а мысли начали потихоньку вставать на место. Однако, меня все равно больше волновал не поиск ответов, а то, как бы за завтраком занять место получше. Я почистил зубы и уже собирался уходить, как вдруг со стороны кустов донесся тихий шорох. Наверное, белка или еще какой-то зверек. Шорох раздался вновь, но уже чуть дальше. Я прошел с десяток метров по лесной тропинке в поисках источника звука, но никого и ничего найти не удалось. Лишь утренний лес вокруг такой, каким он и должен быть. Я вернулся назад и около умывальников увидел Мику, которая что-то высматривала в траве. И, заметив меня, она оживилась, улыбнулась и подскочила ко мне. Ой, привет, доброе утро, я тут, знаешь, ну типа зубной порошок рассыпала, вот теперь собрать пытаюсь. Покрытая росой трава этому явно не способствовала, а ты уверена, что это хорошая идея? Ну как же, как же, у меня ведь больше нет, это последний был. Мику надуло губки, как ребенок, у которого отняли любимую игрушку. Возьми мой, сказал я и полез в пакет, который лишал я рядом с умывальником. Но порошка там не оказалось. Странно, ведь я только что его туда положил. Отошел буквально на минуту, а он исчез. Слушай, похоже, я его забыл. Не хотелось бы ей говорить о том, что он просто пропал. Зная впечатлительность этой девочки, можно предположить, что исчезающие средства гигиены могут вызвать у нее бурю эмоций, что мой мозг уедет на перезагрузку в избежание перегрева. Ладно, я пойду тогда. Да, конечно, ты заходи к нам, ну то есть ко мне. Я же пока одна в музыкальном клубе, но мы, то есть я, будем тебя рады всегда видеть, да? Голос Мику растворился в свежести летнего утра далеко позади меня. Вернувшись в домик вожата, я достал мобильник и посмотрел на индикатор батареи. Судя по всему, жить ему осталось не более суток. Конечно, здесь он мне особо не поможет, но все же. А найти в 80-х годах зарядку для сотового телефона почти то же самое, что и забрести его. Я уже собирался идти на завтрак, как в дверь постучали. На пороге стояла Лена. Доброе утро, доброе. Я нисколько смутился. События вчерашней ночи еще стояли у меня перед глазами, но заводить о них разговор совершенно не хотелось. Ольгу Дмитриевну ищешь, наверное? Да нет. То есть да. Лена была такой же, как и всегда, скромной и стеснительной. Казалось, что танец на пристане всего лишь сон, а ее нет. А, ну ладно тогда, я пойду. Ага. Когда Лена ушла, я подумал, что встретила ее слишком холодно, и при следующей встрече решила обязательно быть поприветливее. Несмотря на то, что утро было прекрасным, яркое солнце освещало затерянный где-то во времени в пространстве пионерлагерь Савенок, согревало его обитателей и придавало им силы провести этот день с пользой. Или в моем случае угробить его на тщательные попытки найти разгадку всего происходящего. У столовой было необычайно много людное. Конечно, на завтрак, обед и ужин местные обитатели спешили, как на пожар, но зачем же толпиться в дверях? Я подошел поближе и попытался узнать, что происходит. На пороге, казалось, собрался весь лагерь, и все знакомые мне девочки, и Ольга Дмитриевна, и электроник. Все девочки, понимаете? Ольга Дмитриевна и электроник. Они что-то оживленно обсуждали, я подошел поближе. О, Семен, ты не видел сегодня Шурика? Нет, а что такое? Мы его с утра не можем найти, исчезновение пионеров это что-то новенькое. Но вчера же он был с тобой? Она обращалась к электронику. Был. А утром проснулся, ты проснулся, а его нет? Нет. И почему ты сразу не пошел ко мне? Ну, я подумал, что может он раньше проснулся и умываться пошел, или еще куда. А он вчера ничего такого не говорил? В разговор вмешалась Славя. Например? Что собирается куда-то, например? А что такого страшного? Что произошло? Время только 9 утра, может быть он проснуться решил? Ты не знаешь Шурика? Она серьезно посмотрела на меня. Не знаю, да. В то же время ничего подозрительного в этой ситуации я не видел. Ладно, не будем паниковать, наверняка найдется. Чтобы он пропустил завтрак, усмехнулась Ульянка. Точно, пора уже и есть идти. Ну, вот так вот они и забыли о друге. Пионеры зашли в столовую. Выбираться куда приткнуться мне опять не пришлось. Единственное свободное место оказалось за столом у Алисы и Ульяны. Садись. Она показала на стол рядом с собой. Я сел. Может все же возьмешь еду? Точно. Об этом я и не подумал как-то. Завтрак вроде бы такой же, как вчера. Сегодня как будто выглядел аппетитнее. Может быть просто очень хотелось есть? А может я пытался побыстрее покончить с ним, чтобы не нарваться на очередную Ульянову выходку? Пойдешь сегодня с нами на пляж? Когда? После завтрака. Вообще-то говоря, развлечения сегодня не входили в мои планы, но в то же время отчего бы час-два не поваляться на солнышке и подумать. Пойду, почему нет? Вот и отлично. Она мило улыбнулась. Опять, небось, что-нибудь замышляешь? Нет, ты что? Ульяна замахала руками. Наверняка, ухмыльнулась Алиса. Она такая. А вот и нет. Я склонен с ней согласиться. Да, никто и не сомневался. Ульянка взяла поднос с грязной посудой и встала. Приятного аппетита. Она сказала это так, что я полностью уверился в том, что ничего хорошего сегодня на пляже меня не ждет. Мы остались наедине с Алисой. Знаешь, я все же, наверное, с вами не пойду. А что так? Ну, дела кое-какие. И что же у тебя за дела? Она заглянула мне в глаза так, что я не нашелся, что собрать. Ну, у меня и плавок даже нет. Шуриком потанцевал? Нет, я танцевал с Леной. Надень мои. Думаешь, они на меня налезут? Ты попробуй. Наверное, не стоит. Да ты не бойся. Найдем мы тебе плавки. От этой фразы страх мой только усилился. Подожди меня возле столовой, я вернусь через пару минут. Ладно. Походу, с мертвого этого снимут. Чувака, друга электроника. Походу, она его убила, блядь, сейчас с него плавки снимет. В конце концов, ничего такого в том, чтобы просто ее дождаться нет. Закончив завтрак, я вышел на улицу и сел на ступеньки. Мимо меня один за другим проходили пионеры, спешавшие по своим делам. Никто не останавливался, никто даже не смотрел в мою сторону. Кажется, они совсем не считали меня чужаком. Напротив, обычным подросткам их возраста, можно сказать, своим товарищам. Я поймал себя на мысли, что и сам начал воспринимать этот лагерь из всех его обитателей уже не с такой обостренной настороженностью, как в первый день. Алиса действительно вернулась через пару минут. Готов? К чему? Она протянула мне плавки, хотя плавками это назвать было сложно. Больше они походили на розовые семейные трусы, украшенные бабочками и цветочками. Точнее, ими и являлись. Странно, страшно спросить, откуда ты это взяла. А что, боишься их надеть? Да, как ты знаешь, не имею никакого желания. Ее прикол я оценил, но совершенно не собирался выставлять себя на посмешище. Надевай, грубо сказала она. Почему бы тебе их не примерить вместо меня? Мне кажется, цвет этого бикини прекрасно оттеняет твои глаза. Давай на спор. Спорить с ней у меня уже не было ни малейшего желания. Нет, спасибо. Короче, либо ты идешь на пляж, либо плаваешь голым. Если все тщательно взвесить, то второй вариант окажется даже лучше первого. Я вообще уже не планирую никуда идти. Тогда я всем расскажу, что ты подбросил мне эти трусы. И зачем мне это? А мне откуда знать. Она расхохоталась. Дальше спорить с Алисой совсем не хотелось, поэтому я решил все же пойти на пляж. Конечно же, не в этих гламурных плавках. Ладно, приду минут через десять. И не опаздывай. Сказав это, она убежала. И я поплелся к домику вожатой, чтобы взять полотенце и заодно попытаться из чего-нибудь соорудить плавки. Госпожа Алиса сказала повинуйся. Блядь, Семен так себя и ведет на самом деле. В комнате меня ждала Ольга Дмитриевна. Семен, а о Шурике ничего не слышно? Ровно столько же, сколько и полчаса назад. Я подошел к своей кровати и взял полотенце. Куда ты собираешься? Да, на пляж. Подожди, у тебя есть плавки? А то ты же вроде бы без вещей приехал. Странно, но что это факт не удивил ее при первой встрече? Нет. А в чем пойдешь? Действительно, а в чем? Не знаю. Сейчас подожди. Она подошла к шкафчику и открыла ключом запертый ящик. Через мгновение у вожатой в руках были обычные мужские плавки черного цвета. И откуда у нее они взялись? А главное, зачем? Хотя, может, кто-то из прошлой смены забыл, мало ли. Учитывая все странности этого лагеря, найти мужские плавки в комнате Ольги Дмитриевны. Это еще не самое удивительное. Спасибо. Плавки были как раз моего размера. Я переоделся за домиком и пошел на пляж. Там уже собралось много пионеров, но из знакомых только Алиса и Ульяна. Иди к нам. Я подошел и сел рядом с ними на песок. Смотрю, ты нашел получше. Она уставилась на мои плавки и ехидно улыбнулась. Как видишь, пойдем плавать. Не хочется что-то. Может, позже. Я не был большим любителем купаться. Ну, как знаешь. Девочки убежали к воде. Зачем я вообще сюда пришел? Почему я не ищу ответы разгадки? Но волнует ли меня это сейчас? Советок казался нормальным. Конечно, за эти три с половиной дня со мной произошли много всяких странных событий, но ни одно из них само по себе не взятое отдельно. Не казалось чем-то чересчур фантастичным. Тем более, я совершенно не приблизился к разгадке. Напротив, все, что случилось, только больше запутывало ситуацию. Да какие у меня альтернативы? От местных обитателей правда не добьешься, если они вообще ее знают. Попытаться уйти отсюда, но далеко я дойду пешком, при том, что я даже не знаю, где я точно нахожусь. Получается, что мне остается только ждать. Через некоторое время девочки вернулись, и Ульяна что-то держала в руках. Смотри! Я поднял глаза и увидел рака, обычного речного рака. Ульянка легла рядом и принялась его мучить. Оставь бедное животное в покое. Ты что? Это же рак. Ну и что, что рак? Он тоже имеет право на жизнь. Вот сейчас я ему клеш не поотрываю, а потом попрошу повариху его сварить на ужин. Как будто бы больше есть нечего. Я посмотрел на Алицу. Похоже, Ульянке Забавы с бедными чилиностоногими ее совсем не интересовали. Хоть и скажи. А что такого? Она же рак. Он же рак. Так ему и надо. Кажется, эти девочки прогуливали уроки природоведения в начальных классах, и бережные отношения к окружающей среде им было чуждо. Отдай! Я бы хотел рак у Ульянки. Да ради бога! Меня немного удивило то, что она не стала сопротивляться. Я посмотрел в глаза бедному животному. Они совершенно ничего не выражали, но думаю, если бы он умел разговаривать, то обязательно бы возмутился бы. Возможно, бы даже сослался на конвенцию ООН о правах человека. Правда, я не уверен, что это помогло бы. Я отнес рак к реке и отпустил на волю. Ничего, я еще наловлю. Тут их много, сказала Ульянка. Кто бы сомневался, пробормотал я себе под нос. Время шло, и незаметно меня разморило. Я задремал. Не помню, что мне снилось, если снилось вообще, но проснулся я от того, что кто-то тряс меня за плечо. Блядь! Надо мной стояла Ольга Дмитриевна. Блядь, просто... Это просто пиздец. Пиздец для двачеров, ребята. Не перелистывай! Тоже поплавать пришли? Спросил я с просони. Нет, уже обед скоро, а мы Шурика все еще не можем найти, сказала вожатая, стоящая передо мной в мокром купальнике. И хочу, чтобы ты поискал его. А что, кроме меня в лагере больше пионеров нет? Я искренне возмутился. С каждым разом становится все понятнее, что Ольга Дмитриевна держит меня за последовательными функциями раба. Или наоборот. Раз я пришла к тебе, значит, хочу, чтобы ты мне помог. Но почему же именно ко мне? Однако, подумав, я решил согласиться. В конце концов, плечи и вся спина сильно обгорели на солнце во время сна. А поиски Шурика, возможно, позволят лучше познакомиться с теми местами лагеря, где бывать мне еще не доводилось. Ладно, в плавках идти не комильфо, поэтому сначала надо было переодеться. И вот спустя 10 минут я стоял на пороге домика Ольги Дмитриевны и думал, куда пойти. Блядь, на лодочную станцию. Может, Шурику захотелось пособирать камни у воды? В крайнем случае, я найду там его хладный труп. Впрочем, на такого дойти не должно. Я проходил по площади, как вдруг меня кто-то откликнул. Подожди! Алиса подошла и улыбнулась. Я сразу почуял подвох. Куда путь держишь? Шурика ищу. Ольга Дмитриевна попросила. И как интересно, она пристально посмотрела мне в глаза, из-за чего я смутился и отвел взгляд. Да, не то чтобы очень. Но человек все-таки пропал. Но ты же не будешь впадать в панику из-за такой мелочи? Ты о чем? Прошло всего несколько часов. Может, загулял? Конечно, я был согласен с ней, но вида не подал. Да, верно. Но всякое может быть. Давай я тебе помогу. Чем это? Я насторожился. Шурика искать? Да я и сам бы. Да брось ты! Она опять как-то недобро улыбнулась. Нет, улыбка ее была вполне милой, но мне почему-то упорно казалось, что ничего хорошего за ней не скрывается. Ну, если ты настаиваешь... Пока что я не мог понять, что она замышляет, а веской причины для отказа не находилась. Только сначала мне надо домой забежать взять кое-что. Хорошо, я подожду. Да что ты стоять будешь? Пойдем со мной. Ладно. Мы подошли к домику Алисы. Он бы походил на все остальные домики пионеров, если бы не веселый Роджер на двери. Кстати, моя соседка Ульянка. Окей. Мы зашли. Внутри царил полнейший беспорядок, и мне сразу вспомнилась моя старая квартира. Впрочем, почему старая? Вообще, я совсем по-другому себе представлял девичьей комнатой. Белоснежные простыни на кроватях, стены пол и потолок сверкают. Нигде не пылинки. Но если учесть, что здесь живут две самые образцовые пионерки, и некоторое время мы просто стояли молча. И что ты хотела взять? А? Кажется, я вывел Алису из раздумий. Да, на самом деле, это не здесь. Подожди, я быстро. Она улыбнулась и убежала. Что-то она какая-то рассеянная сегодня. Я принялся разглядывать комнату. Нельзя сказать, что создавалось впечатление того, что здесь недавно случился погром, но беспорядок был порядочный. Получается, что я еще не самый ленивый и неаккуратный человек в мире, а то же всего за одну смену в лагере можно развести такой бардак. Убранство моей квартиры все же создавалось годами. Я не думал ни о чем конкретно, а просто осматривал домик Алисы. Плакаты советских артистов, какие-то книжки на полках, всякая бытовая мелочевка. И тут я понял, что все не так. В ближайшее время должно что-то случиться, что-то плохое. Почему Алиса меня оставила здесь одного? Ответ на этот вопрос таил себе разгадку. Однако шестое чувство подсказывало мне, что здесь оставаться опасно. Я подошел к двери и дернул за ручку. Заперто. Вот так номер. Как она успела закрыть меня так, что я даже не услышал. Неизвестно, что она задевает, но пора отсюда выбираться. Я подошел к Агнусу, дом открыл его и вылез. А теперь можно спокойно идти по своим делам, или я выбрал второй вариант и принялся ждать. Не просто же так она меня здесь заперла. Хотелось выяснить это. И к тому же мне было просто интересно посмотреть на выражение лица Алисы, когда она увидит, что меня нет. Я спрятался за кустами рядом с домиком и принялся ждать. Через некоторое время послышались шаги. К домику подошла Алиса и Ольга Дмитриевна. Сейчас все сами увидите. Она открыла дверь и вошла. Но буквально спустя пару секунд выскочила обратно. Знаете, я это... На лице Алисы было такое выражение, как будто бы она выиграла на соревнованиях по половле ежей. Пришла всем хвастаться медалью, но в последний момент узнала, что это совсем не олимпийский вид спорта. Он испарился, получается? Скептически спросила Ольга Дмитриевна. Как хорошо, что я закрыл окно после того, как вылез. Да нет, тут понимаете, я все понимаю, Двачевская. Что ты, что соседка твоя постоянно одно и то же. Одно и то же. Сколько уже можно-то? Но ведь правда, что правда, что у тебя один рассказ лучше другого про Семена в твоем домике, про приставания. Что ты придумаешь постоянно? Вообще ужас. Алиса сказала действительно... Казалась действительно расстроенной, и что еще удивительнее, не пыталась отыграться, огрызаться. С одной стороны, мне такая ситуация забавляла, но с другой Двачевской все же было немного жаль. Хотя сама заслужила. Наконец вожатая закончила отчитывать ее и ушла. Алиса была вне себя от злости. Она сжала кулаки и вся тряслась, а ее лицо покраснело, что казалось, что она сейчас лопнет. Я сидел в кустах и тихо смеялся. Однако мне все же было интересно, что она замышляла. И наплевав на страх быть поколоченным, я вышел из своего укрытия. И что же ты хотела показать вожатой? Меня? Алиса обернулась от недоумения... И недоуменно уставилась в мою сторону. Впрочем, через секунду недоумение сменилось негодованием. Ты, ты... А что я? Она немного смягчилась. Хотела тебе вернуть должок. Она ухмы... Она ухмыльнулась. Какое-то? Ты же мне проспорил. Вот я и хотела показать вожатой, что ты меня домогаешься. Интересно, что такого криминального могла бы найти Ольга Дмитриевна в данной ситуации, но речь не о том. Ясно. Может быть, мне стоит перед тобой извиниться? Ехидно спросил я. Да иди ты. Она хлопнув дверь и зашла в домик. Блядь, она какая-то ебанутая. Какая-то это... Как звали эту пизду, которая на пусть говорят приходила? А, Шурыгина, точно. Блядь, Шурыгина какая-то. Лагеря совенок. Я совсем не обижался на Алису, в конце концов от нее вполне можно было ожидать чего-нибудь подобного. Тем более все обошлось, в общем-то, без последствий. Даже более того, удача была на моей стороне. Ее растерянный и смущенный вид доставил мне массу удовольствия. Посмеиваясь, я удалился от домика Алисы, который чуть не стал для меня смертельной ловушкой. Но все же это глупая затея. Если бы Шурик прятался где-то в лагере, его бы давно нашли. Если, конечно, он сам бы этого захотел. Так что вряд ли мне удастся чем-то им помочь. С этими мыслями я зашел в домик и развалился на кровати. В смысле, блядь, я хотел обыскать другое место еще. Ладно. Если меня здесь найдет только Дмитриевна, ничего хорошего не будет. Впрочем, это уже чересчур. Тварь я дрожащий или правый имею. Да и делать мне ничего не хотелось. День сегодня, как и все прошлые, был жаркий, так что оставалось только лежать и ждать обеда. Я уже было задремал, как вдруг в дверь постучали. Войдите. На пороге стояла Славя. А Ольги Дмитриевны нет? Нет. А ты что делаешь? Спросила она с некоторым недоверием. Я глядел кровать из себя и ответил. Лежу. Это я вижу. Но я слышала, что тебе Ольга Дмитриевна получила искать Шурика. Ну да. И? Какой смысл? Она уже наверняка весь лагерь вверх дом перевернула. Да и прошло не так много времени. Зачем панику разводить? Всякое бывает. Славя задумчиво посмотрела на меня. Вставай. А это обязательно? Меня настолько разморило, что даже мысль о том, что сейчас придется куда-то идти пугала. Да. Как бы то ни было, Славе отказывать нельзя. Мы хотим ее трахнуть. Я нехотя встал и вместе с ней вышел на улицу. Некоторое время мы просто стояли на пороге и грелись в лучах летнего солнца. Хотя я скорее жарился. Куда пойдем? Надо поискать везде. Отличная идея. Просто отличная. Первым пунктом нашего маршрута была библиотека. Славя подошла к Жене, сидевшей за столой и о чем-то с ней заговорила. Я же просто стоял в дверях и ждал лишний раз общаться с местной библиотекаршей. У меня не было никакого желания. Через пару минут Славя вернулась ко мне. И как? Нет. Она покачала головой. А чего, собственно, можно было ожидать? Столовая. До обеда оставалось еще порядком времени, так что не стоило ждать. Здесь привычные толпы пионеров. Внутри было так же пусто, как и снаружи. Пока Славя разговаривала с поварихой, я сидел и крутил в руках колонку. Немного соли высыпалось на стол. Если бы я верил в приметы, то наверняка бы расстроился. Как ни странно, его не оказалось и здесь. Было бы удивительно, если бы она нашла его, скажем, в холодильнике. Далее по плану шел медпункт. Внутри я решил не заходить и подождать Славю снаружи. Результатов никаких. На спортивной площадке пионеры играли в футбол. Шурику затеряться среди них было бы проблематично. Наконец мы подошли к зданию кружков. Ты считаешь, что он может быть тут? Мне кажется, что это первое место, где стоит его искать. Зайдем. Внутри никого не было. Славя открыла дверь в соседнюю комнату и зашла. А я последовал за ней. Все это казалось не очень глупой затеей. Тем более странным было бы то, что инициатива исходила от Слави. Нет, я понимаю, ответственность там, все дела. Нет, я понимаю. Но очевидно же, что его нет в лагере. В конце концов, не играет же он с нами в прятки. И здесь нет. А чего ты ожидала? Что он в шкафу сидит? Ну, кажется, я ее обидел. Извини, извини. Просто серьезно. Я понимаю, но надо ведь проверить все варианты. Слушай, а ты что думаешь? Насчет исчезновения Шурика? Да. Может быть, он гулял в лесу и его там поймал леший? Она рассмеялась. Неправилоподобно как-то. Впрочем, в этом лагере что угодно может быть правдой. Да, наверное. Сейчас не время для шуток. Не грусти. Найдется он. Надеюсь. Славя улыбнулась. Ладно, у меня еще есть кое-какие дела. Увидимся. Она ушла, я еще некоторое время стоял и разглядывал кладовку кружка кибернетиков. Короче, скриньте. Я проснулся в этом лагере, и просто это был его седьмой день пребывания здесь, и поэтому он исчез. На обед я шел со смешанными чувствами, выполненного долга и бесцельности последних нескольких часов. В столовой я была обедком. Остаться незамеченным не получилось, меня окликнула Лайга Дмитриевна. Семен, иди к нам. За четырехместным столом сидела вожатая Славя Электроник. Я кинул головой и отправился за обедом. В этот раз мне пришлось несколько минут стоять в очереди. А че вы шок, блять, говорите? Я оказался прав? Сегодняшнее меню мало чем отличалось от меню предыдущих дней. По крайней мере, по внешнему виду блюд. Когда я сел за стол и пожелал всем приятного аппетита, Ольга Дмитриевна сказала, ну что вы думаете, о чем? О шурике. Уже обеда и вовсе нет. Я подметила пушкинскую рифму, но не стала акцентировать на этом внимание. Мы обыскали весь лагерь и обошел весь окрестный лес. Ольга Дмитриевна посмотрела на меня, а я помогал. Надо звонить в милицию. Может, хотя бы до вечера подождем? Лениво заметил я. Домой он поехал, например. Не может быть, Шурик живет отсюда в тысячах километрах. Ну так на поезде, до ближайшей станции. Она замолчала. Далеко. А вот это было уже интереснее. Как только разговор заходит о том, как выбраться из Савенка, все местные обитатели сразу же пытаются сменить тему. Далеко это сколько? Это много. Вожатая посмотрела на меня так, что по ее виду можно было понять, что дальнейшие расспросы неуместны. Значит, надо идти глубже в лес. Может быть, он заблудился? У Шурика всегда с собой компас. Вмешался в разговор электроник. Интересно, сколько еще можно найти в его чудо-жилетке, если она у него вообще есть? Мне бы компас вряд ли бы помог, злопытая в лесу. И в милицию. В милицию вечером. Хотя бы не немедленно. Но до вечера. Все замолчали. Еще далеко до вечера я в этом смысле. Если он правда пропал, то нельзя медлить. Мы не можем пока этого знать. Ну а где он тогда? Где он? В словах вожатой была доля истины. Довольно странно вот так вот прятать целый день. Да и зачем ему это? Все-таки Шурика показался мне вполне серьезным пионером, а такое поведение больше подошло бы Ульянке. Значит, действительно были основания полагать, что он пропал. В любом случае, мы сделали все, что от нас зависит. Теперь остается только ждать. Славя Электроника и Ольга Дмитриевна грустно смотрели на меня, но ничего не сказали. Закончив обедать, я отнес под нос на стол грязной посуды и вышел из столовой. Еще даже не вторая половина дня. Чем бы заняться? Лагерь снова отходил к победоносному сну. Только Агенда пристально смотрела на меня из-под очков. Конечно, взгляд его был направлен на что-то другое, но мне казалось, что он следит именно за мной. Наверняка он знает, куда пропал Шурик, только вот рассказать не может. Я задумывался над исчезновением руководителя кибернетического кружка. Может быть, оно тоже как-то связано с моей ситуацией? О, пионер! Передо мной стояла медсестра. Я упростительно смотрел на нее. Посиди в медпункте за меня. Мне нужно срочно отойти. Травма у кого-то. Я? Да, ты. Вот ключи. Медсестра кинула мне ключи и убежала. Почему именно я? Как будто бы больше некому. И что конкретно я должен делать? Или что-то, если что-то случилось? Но раз уже отказаться я не успел, то ничего не поделать. Я стоял перед дверью и в нерешительности. С одной стороны, ничего страшного. Посижу здесь полчасика, она вернется. Ну, а если кто-то действительно придет на помощь со сломанной ногой? Или пробитой головой? Вернее, за помощью. Меня охватило нешуточное волнение. Наверное, в этом лагере, кроме садин и стенников, никаких серьезных травм не бывает. Но что в то же время не давало покоя мысли, в случае что, и я окажусь беспомощным? Ведь я даже не представляю, как правильно делать искусственное дыхание. Мое внимание привлек журнал, лежащий у медсестры на столе. Хороший способ отвлечься, наверное. Он назывался «Советская модница». Год и месяц в здании нигде не указано не было. Оно заткнуть хайло всем! Впрочем, ничего удивительного. Здесь случаются и более странные вещи. А про советский журнал я знал всего лишь чуть более, чем ничего. Может, на них и не печатали дату выпуска? С глянцевых страниц на меня смотрели модели разряженных старомодные платья. Сейчас бы так точно не стали ходить. Я усмехнулся. Интересно, например, Славя считает это модным? Представляю, что было бы, если бы она наделась нечто подобное и появилась в моем времени. Вот эту я с ней под ручку в своем пальто с капюшоном на голове, а она в пышном платье с рюшечками. Получается, я уже представляю Славю в моем мире, вместе со мной. И не только Славю. Вот это платье больше подойдет Ульяне, вот это сарафанчик Алисе, а вот эта юбочка и кофточка Лени. Действительно, если бы эти девочки были реальными. Нет, я видел их, слышал их голос, мог даже прикоснуться. Но они все равно здесь, а я... Но они все равно... А я просто не принадлежу этому месту. Оно для меня чужое. Я просто жду возможности выбраться отсюда. Жду, потому что от меня уже ничего не зависит. Я вздохнул, положил голову на стол и задремал. Меня разбудил шум открывающейся двери. На пороге стояла Лена. А медсестры нет? Тогда попозже зайду. Я за нее. Раз на меня возложена обязанность по лечению пионеров, то к делу надо подойти со всей ответственностью. Хотя на самом деле я, наверное, просто боялся, что из-за меня что-то случится. На что жалуетесь? Я постарался как можно аккуратнее улыбнуться, чтобы не смутить Лену. Да, ничего такого. Голова немного болит просто. Сейчас исправим. Что-нибудь обезболивающее? Где какие лекарства лежат? Я, конечно же, не знал, поэтому процесс поиска занял порядка времени. Нашел. Я протянул Лене таблетку анальгина. Спасибо. Она улыбнулась. Это стало для меня неожиданностью, и я несколько выпал из реальности, уставившись на нее. Что? Лена моментально смутилась. Слушай, а вот интересно, тебе понравилось бы такое? Не знаю, что на меня нашло, но я схватился со стола журнала, показал ту картинку, где были нарисованы юбка и кофта, которые, как мне показалось, больше всего подошли бы ей. Может быть, из-за мыслей об этих девочках в моем реальном мире у меня окончательно помутился рассудок? Может быть, я хотела развлечь себя вместо того, чтобы просто ждать? Возвращение медсестры? Напишите еще тысячи раз про это, Ник, это ж такое важное замечание, блядь, ебаный хуй. Лена посмотрела на рисунок. Да, наверное. А сейчас это модно? Наверное. Она смутилась и покраснела. А почему ты спрашиваешь? Действительно, почему? Мне кажется, на тебя будет смотрелось прекрасно. Спасибо. Да не за что, я же правду говорю. Некоторое время мы молчали. Как голова? Лучше спасибо. Она улыбнулась. Я пойду. Удачи. Лена вышла, а я сел и принялся дальше читать журнал. Через некоторое время в дверь постучали. Медпункт. Что, тут самое посещаемое место? Я внезапно представил себя медсестрой, хотя скорее медбратом, и сказал. Войдите. Дверь открылась, на пороге стояла Ульянка. С каких-то пор ты стучишься. А что, нельзя? Она насупилась. Болит что-то? А я тебе с какой стати рассказывать должна? Где медсестра? Перед тобой. Я валежно закинул ногу на ногу и вопросительно посмотрел на нее. Тогда я, пожалуй, пойду. Лучше уж умереть, чем лечиться у тебя. Она ехидно улыбается. Ты ведь даже не пробовала. Ульяна на мгновение задумалась. Хотя таблетки можешь и ты мне дать. А что вас беспокоит? Она ответила не сразу. Тяжесть в животе. А не пустота в голове? Пробурчала тебе под нос. Чего? Ничего, я сейчас поищу. В первом же ящике нашлась упаковка ножпы. Спасибо вам, доктор. Она весело улыбнулась. Смотря на Ульянку, я никак не мог понять, как такой жизнерадостный и активный ребенок может испытывать проблемы со здоровьем. Небось, ворованных конфет объелась. Она недобро посмотрела на меня. Нет, все тебе оставила. Пошла нахуй. Ульянка убежала, хлопнув дверью. Наверное, не стоило этого говорить. Да похуй на нее, господи. Я вновь углубился в изучение советских модных тенденций. Время шло, а медсестра так и не возвращалась. В поисках Шурика я не участвовал, разгадок своего положения не искал. Просто сидел и листал журнал. На мгновение даже показалось, что такая ситуация у меня вполне устраивает. В конце концов, пока что все происходящее можно было считать чем-то вроде бы отдыха в летнем лагере. А если ничего не изменилось в ближайшее время, тогда уже стоит и волноваться начать. В дверь опять постучали. Сегодня эпидемия, что ли, какая-то. На пороге стояла слада. Ножпы точно из СССР. Ну, кстати говоря, я не берусь заявлять, но ножпы же может быть вполне старым препаратом. Правильно, Витчат? Ножпы это бренд Дроттеверина. Давно уже существует ведь. Ясно. На пороге стояла Славя. Ой, привет, а медсестры нет? Привет, нет, я за нее. Хорошо, а мне бы она замялась. Что? Кстати, Семен, сказала Славе внимательно, посмотрев на меня. Что? Я тут недавно свои ключи, кажется, потерял. Ты не видел? Я ведь еще как видел. Да, вот, я вчера их нашел возле столовой, хотел тебе отдать, но забыл. Я брал очень неумело. Меня выдавал румянец на щеках, бегающие глаза и не находящие себе места руки. Вот. Славя взяла ключи, я уже был готов к любому уместному в данной ситуации наказанию, но она лишь сказала. Спасибо. Так зачем приходила? Нужно было как можно быстрее сменить тему разговора. Что-то болит? Да нет, ничего. Странно. Всегда такая открытая Славя о чем-то умалчивает. Если что, ты говори. Меня сюда посадили, чтобы всех лечить. Я широко улыбнулся. Да нет. То есть да, но нет. Сука, блядь. После этой фразы деление на ноль для меня стало реальностью. Ну так чем могу помочь? Ты, думаю, ничем. Она улыбнулась и собралась уходить, но вдруг остановилась. Хотя, можешь выйти на минутку. Почему бы и нет? Хорошо. Я вышел из медпункта и прислонился к стене. Интересно, что она такое там делает, что нельзя мне даже смотреть? Через минуту открылась дверь и вышла Славя. У нее в руках был какой-то небольшой пакетик. С выкидышем. Ну, не будем спрашивать, а то она... Удачи! Крикнул я ее вслед. Спасибо. Одарила она меня напоследок милой улыбкой. Там выкидыш наверняка был, не хочу ее травмировать. Я посмотрел на часы, время уже приближалось к вечеру, журнал был прочитан вдоль и поперек, а медсестра так и не возвращалась. Вдруг дверь распахнулась, а мне в пункт бежала Алиса. Она пристально посмотрела на меня. А ты что здесь делаешь? Сижу, честно признался я. Ну и ладно. Так даже лучше, что медсестры нет, пробормотала она. Заболела? Ехидна спросил я. Алиса не ответила и подошла ко мне. Подвинься. Зачем? Чтобы я ящиком смогла открыть. Очевидно же. Зачем это? Она разозлилась. Тебе какое дело? Ну, я тут вроде как исполняющая обязанности. Она задумалась. Дай мне тогда активированный уголь. Живот болит? Да. Ехидна усмехнулась она. Я почувствовала, что что-то здесь не так. Не давать. Точно живот болит? Точно-точно. Что-то не похоже. А что мне здесь разорвать должно было, чтобы ты поверил? Я не знаю, что может быть плохого сделать с активированным углем, но уверен ты придумаешь. Она замялась. А даже если так. Вот, так и думал. Тогда я тебе точно ничего не дам. Алиса попыталась силой пролезть в ящик, но я как Александр матросов закрыл грудью амбразуру. При всей своей наглости она еще и была девочкой. И оттеснить меня у нее бы никак не получилось. Ну и ладно, вдруг в другом месте найду. Она развернулась и направилась к выходу. В дверях Алиса остановилась и обернулась. Кстати, там вожатый с медсестрой пионера несут, который ногу сломал. Мне это все равно, но им, наверное, тяжело. Так я тебе и поверил. Иди сам посмотри. Казалось, что Алиса врет, но с другой стороны, пока она была у меня на глазах, я подошел к двери и выглянул на улицу. Там никого не оказалось. Ну и где? Не дошли, значит, еще? Она развела руками. Счастливо. Короче, спиздила уголь. Какой же Семен тупорылый. Я вернулся к столу и только тогда обнаружил, что один из ящиков открыт. Как же она успела? Всего на секунду отвернулся. Впрочем, что плохого может выйти из активированного угля? Да уж, она оставалась минут 15, а медсестра все еще не возвращалась. Наверное, вот так уходит на, не знаю, на дело или что? Вот так, наверное, вот так уходить не дело. Все же она меня попросила, да и мало ли что случится, когда я уйду. Хотя кому понадобится что-то отсюда воровать? Разве что у Олеси активированный уголь. Я вновь открыл журнал и принялся листать... Что, блядь? Его по энному кругу листать. Мода восьмидесятых уже не так... Уже так не забавляла, как в начале. Несколько раз меня накатывала зевота. На часах было уже шесть, а значит ужин начался. Конечно, надо до конца нести службу и не покидать пост ни при каких обстоятельствах, но у моего желудка, похоже, на этот счет существовало особое мнение. Я встал и уверенно направился к выходу. За дверью послышался какой-то шорох. Неужели опять кто-то отравился, сломал руку или еще что-то похуже? Я тяжело вздохнул и дернул за ручку. Однако снаружи никого не было. Похоже, просто показалось. Я вернулся внутрь и тут же заметил, что у меня в пункте что-то изменилось, а точнее на столе появилось яблоко. Но откуда? Не могу, не могут же фрукты сами собой материализоваться из воздуха? Хотя в таком лагере возможно все. Скорее всего, его кто-то просто сюда принес. Возможно, Лена в качестве благодарности, ведь она такая стеснительная и... Но подождите, как же она вот так прошла мимо меня? Не станет же Лена лезть в окно в конце концов. Значит, здесь что-то другое. Меня внезапно охватил страх. А вдруг это яблоко отравлено? Хотя зачем идти на такие ухищрения, когда я здесь совершенно беспомощен и убить меня можно гораздо проще? Или это яблоко, которое я вкусила? Ева в саду Эдема. Тогда мне точно не стоит его есть. Ту же секунду живот напомнил о себе предательский завручав. Впрочем, пока я закрою медпункт, пока дойду до столовой, пока возьму еду, стенки желудка буквально прилипали к позвоночнику. Наверное, я... И ничего страшного. Я еще раз попытался вспомнить, не лежало ли это яблоко здесь раньше. В конце концов, откуда... Откуда-то оно взялось? Может быть, залетело в окно? И действительно, ставня была немного приоткрыта. Значит, его все-таки кто-то сюда положил. Получается, ничего страшного нет, хотя... Ну, типа, я не ссыкло. Чувство голода все-таки взяло верх, и я с аппетитом принялся грызть спелое зеленое яблоко. На вкус оно оказалось вполне обычным. Впрочем, не думаю, что даже самый сильный яд можно вот так почувствовать. Хотя, что уже говорить, пора было выдвигаться на ужин. Плюс понос. По дороге меня догнал электроник. Как поиски Шурика? Да все так же, ты не расстраивайся, найдется он. Я попытался как-то подбодрить его. Уже столько времени прошло, пойду искать дальше. А как же ужин? Это важнее. Глубокомысленно изрек он. На перекрестке ваши дороги разошлись, и я пожелал ему удачи. Наши. В дверях столовой столпились пионеры. Я ускорил шаг, чтобы хоть сегодня оказаться не последним. И мне повезло. В дальнем углу остался полностью свободный столик. Я быстро взял еду и сел. Сегодня на ужин давали фруктовый суп и несколько булочек. Фруктовый суп, блядь, фу нахуй. Какой набор блюд меня весьма удивило, после дегустации даже порадовал. Я принялся сосредоточенно есть. Лена, давай сюда. Смотри, целых три стула. Передо мной стояла Лена и Мику. Тут свободно? Поинтересовалась Лена. Да, садитесь. Лучше бы, конечно, она была одна. Спасибо. Только и успела сказать Лена, как у нее из спины появилась Женя. Я сяду тут. Больше некуда. Не дождавшись моего ответа, она поставила поднос на стул и села. Конечно, располагайтесь. Грустно пробурчала я себе поднос. Что? Ничего. Честно говоря, я бы с удовольствием сократила эту компанию до одной Лены, но в то же время ни Мику, ни Жене не заставляли мне каких-либо особых проблем. Одна разве что говорила слишком, другая мнительная. Но все равно они обе абсолютно безвредны по сравнению с некоторыми. Ой, я ключ, кажется, забыл. Ничего страшного, возьми мой. Я даже удивился, что Мику ограничилась такой короткой фразой. А вы вместе живете? Да, конечно, ты не знал. Вместе наш домик самый крайний. То есть самый дальний, это столовый. Ну, то есть самый последний. Я бы не удивился, если бы узнал, что Лена живет со славей. С Женей на худой конец. Доходит с электроником. Но молчаливая и застенчивая Лена не в меру словах... Но молчаливая и застенчивая Лена и не в меру словахотливая Мику... Да это сюрприз. Нашли своего Шурика? Странно, Женя вообще волнует чужие проблемы. Небось в деревню убежала сигаретами или за водкой. Она фыркнула в деревню. С этой секунды разговор начал живо меня интересовать. А что такого? Женя сделал удивленное лицо. Значит, здесь есть поблизости деревня? Наверное, сказала она неуверенно. Я посмотрел на Лену и Мику, но они были заняты едой и не обращали внимания на наш разговор. То есть ты точно не знаешь? Да какое мне дело? Женя уставилась к себе в тарелку. Но здесь же должны быть какие-то населенные пункты поблизости. Слушай, слушаю. Не знаю я, дай спокойно поесть. Похоже, больше от нее ничего не добиться. Хотя, может быть, она и правда не знает. Все оставшееся время пришлось слушать, как Мику говорит о каких-то малозначительных вещах, и тихо сходит с ума. Так что, выйдя на улицу, я вздохнул с облегчением. Солнце уже садилось, можно немного прогуляться. Вряд ли я сам найду какое-то занятие на вечер. А так, может быть, что-то интересное подвернется. Подходя к площади, я услышал сильный хлопок. Похоже, что-то взорвалось. Меня словно парализовало. Я находился в враждебной середине. Известно, что там и как. Лучше убежать. Но в то же время меня интересовало, наверное, я бы так и стоял здесь, если бы кто-то меня не схватил за руку. Это была Ольга Дмитриевна. Чет-то перданул, да? Чего стоишь? Пойдем разберемся, что там произошло. А без меня никак? Жалобно взболвил я. Да ничего там страшного не должно быть. По идее. Когда мы вышли на Польшу, там уже ставили пионеры. Ольга Дмитриевна решительно расталкивала всех, подошла к месту преступления. Судя по всему, взрыва легенду. Но злоумышленников ничего не вышло, памятник устоял. Лишь на пьедестале были видны еле заметные следы копоти. Ну и кто это сделал? Она глядела толпу пионеров. Понятно, что это не был террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору. Они все просто пришли сюда посмотреть, что произошло. В толпе я увидел Ульяну и Алису. Похоже, заметила их вожатая. Вы двое ко мне. Они запротестовали, но все же подошли. А что за зуя? Если вы считаете... Двачевская, покажи-ка руки. А что с ними не так? Я пригляделся и увидел, что руки Алисы измазаны чем-то черным. Теперь понятно. Из чего бомбу делала? Юная террористка, кажется, раздумывала, осознаваться или нет, но потом гордо выпалила. Активированный уголь, селитра и серая. Стоп! Уголь? Уголь, который она украла из медпункта? И почему именно памятник? Чем тебе помешал уважаемый и заслуженный человек бореть за права? Не знаю, сколько бы она еще продолжала отчитывать Алису, но на площадь выбежал электроник и закричал. Нашел, нашел! Все повернули в его сторону. В руки он держал ботинок. Вот! Электроник победоносным потряс над головой. Это ботинок Шурика. Так, успокойся, расскажи подробно, где ты его нашел. В лесу, на тропинке, в старый лагерь. По рядам прошел какой-то шепот. Старый лагерь? Старый лагерь? Ты уверен? Абсолютно. А что такого в этом старом лагере? Вмешался я в разговор. Да ничего такого на самом деле, он запнулся. Одна из легенд Савенка гласит, что там живет привидение молодой вожатой, которая влюбилась в пионера, но не найдя взаимности, покончила с собой. Сделала Харакири кухонным ножом. А мальчик этого на следующий день сбил автобус. У Цоя была любовница в виде вожатой? Ульяна выбежала из толпы. Автобус я еле удержался, чтобы не спросить о номере маршрутки. Но наука не допускает существования привидений, поэтому опасаться там нечего. Все равно кто-то должен туда пойти. Ряды пионеров внезапно начали лететь. Ольга Дмитриевна, ночь уже почти. Может завтра? Я обернулся и увидел... Короче, Лену со Славей. А если ночью? Ночью с ним что-нибудь случится. Нет, сегодня, сейчас. Кстати, а где это? Электроник примерно объяснил дорогу и рассказал про историю старого лагеря. Вожатая пристально смотрела на меня. Если вы думаете, что я, ты один и здесь оказался из мужчины. Я глядел площадь. И правда ведь, электроник куда-то слинял. Однако мне все равно совершенно не хотелось ночью в одиночестве слоняться по лесу. Если бы можно было выбраться, я бы... Ну чё, мы кого-то дожимаем, блядь, наверное. Лену дожимаем тогда? Я же не пойду туда один. Ольга Дмитриевна призадумалась. Пожалуй, ты прав. Тогда завтра-сотар пойдем вместе. Последние пару минут... Твой, я правый. Ты либо от них. Никто никуда смырчит. Спасибо большое, Балахасты, за 50 битцов. Последние пару минут я ловил на себе странные взгляды Лены. Словно она что-то хотела сказать, но не решалась. Пионеры начали медленно расходиться, а болезни и взрывы все равно все словно забыли. Даже вожатая, казалось, смягчилась и никак не отреагировала, когда горе-террористка пыталась спрятаться за Ульянку, скрылась в площади. И нам пора, да. Так а нахуй вы коины вообще, ребята, храните? Коротко о том, как проебать 50 коинов за стрим. Их тратить надо, в этом прикол. На лагере быстро опустилась ночь. Все же здесь, на юге, а может просто в этом мире от первых лучей заходящего солнца, наполненной темноты лишь краткий миг, не успеешь спално насладиться всем быстрым красок заката. Спать еще рано, но вожатая шла в сторону своего домика, уверенно, как будто бы мысленно таща меня за собой. Ольга Дмитриевна, я, пожалуй, прогуляюсь немного. Ладно. Она пристально посмотрела на меня, но, видимо, не найдя поводов возражать, пожала плечами и пошла дальше. Я вернулся на площадь. Не то, чтобы хотелось получше рассмотреть незначительный ущерб, нанесенный памятнику Генде, просто здесь находился географический центр лагеря. Если не знаешь, куда идти, то стоит начать выбор пути именно отсюда. Я сел на лавочку и посмотрел на запад. Интересно, здесь земля вращается вокруг своей оси именно так, как и должна? Может быть, это там вообще север или юг? Сложно сказать. По крайней мере, тогда мне не приходило в голову ни единого способа проверить фундаментальные законы мироздания. Привет. Непонятно, откуда рядом со мной появилась Лена. Привет. Не спится? Она удивительно посмотрела на меня. Ну да, еще рано, конечно. Может быть, я... Можно я присяду? Ха-ха-ха! Можно я присяду? Да, конечно, садись. А я аккуратно подвинулся. Аккуратно, так мне казалось, на самом деле, я буквально обжался в край лавки. Спасибо. Лена села и посмотрела на небо, словно забыв обо мне. Грустно. Что грустно? Что Шурик пропал? Да, неприятно получилось. Она, как обычно, вела себя спокойно, большую часть времени молчала, краснела и смущалась только тогда, когда приходилось что-то говорить или делать. Само это молчание, которое могло бы показаться многим, в том числе и мне, неловким, для нее, возможно, было вполне естественным, привычным даже. Мне сложно представить, что Лена на самом деле где-то глубоко внутри вселится, подобно подобрать слова, как-то начать разговор или вставить удачную реприку, старается не казаться глупой или, наоборот, не производить впечатление слишком нахальной девочки, как Алиса. Я просто не мог ее сравнить ни с кем, наверняка ей вполне комфортно быть такой, какая она есть. А значит, мои попытки как-то ее разговорить, словно сблизиться, тут вряд ли уместно, будут восприниматься как вторжение во внутренний мир. Хотя меня от чего-то оттянуло к этой девочке. Загадочность ли, в которой ей точно не откажешь, внешняя привлекательность ли, какие другие женские чары, я не мог ответить на этот вопрос. Поэтому, пока меня в открытую не упрекнут назойливости, я уверен, что он найдется. Но в самом деле, куда ты денешься с подводной лодки? Лена, похоже, шутку не оценила, ведь этот лагерь был подводной лодкой, наверное, только для меня. Я надеюсь. Завтра Ольга Дмитриевна в милицию позвонит. Надеюсь, найдут они его, обязательно найдут. А если за ночь? Она погрустнела. Да что с ним может случиться? Один ночью в лесу, да что угодно. Наверное, ему там одиноко. Как будто бы его кто-то заставлял туда идти. А если он просто потерялся? Ну так не надо по лесам шастать одному. Тебе его совсем не жалко? Вдруг Шурик сидит там совсем один? Жалко, конечно, я смутился. Как бы там ни было, Лена права, человек пропал. И за ночь что угодно может случиться. Не пойдем же мы сейчас его искать? Она ничего не ответила, все так же продолжая смотреть куда-то вдаль, туда, где солнце из последних сил пробивалось сквозь верхушки вековых деревьях, словно стараясь оставить напоследок людям хоть немного своего тепла. Ты правда думаешь, что ночь глядя бродить по лесу это хорошая идея? Нет, наверное. Почему-то я был совершенно уверен, что она именно так и думает. В последнее время мне все чаще казалось, что начинаю понимать Лену без слов. Блять, ночью, кстати, по лесу гулять это полный пиздец. Там комаров. Блять, это просто трэш нахрен. Хз. Ладно, в последнее время мне все чаще казалось, что начинаю понимать Лену без слов. И что она как будто психологически давит на меня, заставляя соглашаться с ней. Для Лены молча, я никуда красноречиве, любой болтовни и уговоров. Да и тем более днем искали уже. Везде? Она наконец-то оторвалась от созерцания заката и посмотрела на меня. Не знаю, вроде бы везде. А как же старый лагерь? Впервые ее слова прозвучали неотвреченно, безразлично, а кажется даже уверенно. А где он? Я вот не знаю. Электроник рассказывал. Ну, ему верить. Глупо усмехнулся, но Лена продолжала все-таки все так же серьезно смотреть на меня. Конечно, если он не так далеко. Значит, ты хочешь пойти? Конечно, не хочу. Может быть, если только быстро и сразу назад, хорошо. Лена улыбнулась и протянула мне непонятно откуда взявшийся фонарь. Да, полезная штука. То есть, получается, она заранее готовилась и от меня уже ничего не зависело? Я обреченно вздохнул и направился вместе с ней в сторону леса. На лагерь опустилась ночь. Мы шли медленно. Лена рядом со мной и близко, но все же не вплотную. Странно, но кажется, она совсем не боялась. Более того, все происходящее как будто бы ее вообще не волнует, словно мы... Словно и не мы сейчас бродим по ночному лесу, а смотрим кино с кем-то другим в главных ролях. Действительно, по рассказам электроника, старый лагерь был не так далеко. И если идти по прямой, заблудиться будет достаточно сложно. Впрочем, уже через пару минут я был совершенно не уверен, что мы идем именно по прямой. А еще через некоторое время мне начало казаться, что станет чудом, если мы вообще отсюда выберемся. Но перед Леной лицо терять не хотелось, поэтому шагать я старался бодро. По лесу постоянно прыгали бессловесные тени. От близки луны под ногами тихо шуршала трава, а над головой ветки деревьев. Вековые дубы стояли рядом и совсем молодыми березками, из-под которых приветливо выглядывали большие грибы, словно готовые салютуя снять свои широкополую шляпу. В другой день, скорее всего... В другой день, скорее в другое время суток здесь наверняка красиво. Возможно, и ночью бояться нечего, но все же я невольно выздрагивал от каждого дуновения ветерка. «Смотри!» Лена показала вперед, я прищурился и увидел просвет между деревьями. Через минуту мы стояли на довольно большой поляне, посреди которой возвышалось здание, напоминающее сельскую школу или детский сад. Краска со стен осыпалась, крыша в нескольких местах зияла пробоинами, словно от артиллерийской бомбежки, а окна, лишенные стекол, смотрели на нас грустно и даже немного угрожающе. Краска со стены осыпалась, крыша в нескольких местах зияла... А, все, не самое приятное зрелище. Я не мог вспомнить, каким представлял себе это место еще минуту назад. Все картины как будто стерли из памяти, заменив на этот унылый кладбищенский пейзаж. Да уж жутковато. Лена стояла все так же молча, но на ее лице появилось вполне нормальное для подобной ситуации выражение испуга. Думаешь, он там? Не знаю. Если бы мне пришлось оказаться на месте Шурика, то дом с привидениями последнее место, в котором бы я спрятался. Пойдем? Ответить я не успел, и из-за туч выглянула луна, свете которой поляна словно загирала новыми красками. Или скорее одним новым цветом, могильно-белым-белым... могильно-белым цветом савана. Или савана. Яснее стали видны деревья вдалеке, окутывающие их туман, да и температура словно упала сразу градусов на пять. Так резко по коже побежали мурашки. Боишься? Спросила Лена спокойно. Тебе честно или соврать? Она еле заметно улыбнулась и взяла меня за руку. В другой ситуации наверняка это вызвало бы во мне целую бурю эмоций, но тогда ощущалось лишь насущной... Но тогда... но тогда ощущалось лишь насущной необходимостью. Мы медленно пошли к зданию. Проходя по детской площадке, я толкнул рукой карусель, отчего она мерзко заскрепела и сделала полоборота. Лена раздрогнула и крепче сжала мою руку. Прости, наверное, было... Прости, просто детство вспомнил. Любил карусели? Да, то есть, не знаю, не помню, наверное, все дети любят. А я не любила. Почему? На них меня изнасиловал мой отчим. Еще голова кружится от них. Если быстро крутиться, конечно, заметил я, пиздец, как по-научному. Мне больше качели нравятся. Так а на качелях можно раскачаться не хуже, чем на центрифуге. Блеснул я вновь научными знаниями. Но зачем? Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Блядь, а реально, зачем? Ха-ха-ха-ха! Хороший вопрос. Не знаю. Этот разговор несколько отвлек меня, и на душе я стала спокойнее. За все. За Шурика. За наше ночное путешествие. За Лену. В конце концов, вы и этому миру не чужды ничто человеческое. Наконец, мы дошли до дверей. Внутри старый лагерь напомнил детский сад, который я ходил в детстве. На первый взгляд, даже расположение комнат было таким же. Шурик. Шурик! Ответом нам стало лишь звенящая замогильная безмолвие. Стих даже ветер, гуляющий снаружи. Похоже, нет тут никого. Надо все равно проверить. Я не переставал удивляться смелости Лены, или лучше сказать, отсутствие у нее элементарного инстинкта самосохранения. Странно ли такое поведение для этой девочки, или наоборот, нормально, я уже и не знал. Конечно, давай. Девушки отдыхают. Наверное, ты прав. Она выглядела расстроенной, и всем своим видом давала понять, что поиски еще не закончены. Ну, правда. Обреченно всплеснул я руками и сел рядом. В конце концов, стоит подумать и о худшем сценарии. Ты хочешь сказать? Нет, но здесь водятся дикие звери. Вряд ли. Лена моментально успокоилась. Но может быть он спит где? Утром проснется и вернется в лагерь. Да, конечно. Я резко встал и принялся наматывать круги по холлу. Очень хочется поскорее уйти отсюда, поскорее выбраться из леса, но пока Лена ведет себя вот так вот, словно какая-то неведомая сила, удерживает меня. Я уже было открыл рот, чтобы подождать уговор... продолжить уговоры, как вдруг заметил что-то на полу. Это был люк, вокруг которого лежали аккуратные горки мусора и пыли. Значит, его недавно открывали. Смотри! Думаешь, Шурик там? Лена присела на корточке и аккуратно протерла ручки люка. Может и не Шурик, но кто-то точно туда лазил за последнее время. Я уже пожалел, что вообще нашел этот чертов вход в преисподнюю. Посмотрим! Дверца люка оказалась не очень тяжелой. Открыть ее не составило особого труда. Я посветил фонариком и увидел лестницу, уходящую вниз на пару метров. Похоже, подвал. Спустимся? Я несколько секунд внимательно смотрел на Лену, пытаясь понять, что же у нее на уме. Неужели проснулась жажда приключений, как у Ульянки? А где же тогда юношеский задор? Или она просто не в своем уме? Но и на сумасшедшую Лена походила не особо. А кто вообще сказал, что она человек, и ее можно оценивать, исходя из человеческой логики поведения? Эта мысль должна была испугать меня, но почему-то прошла незамеченной, затерявшись в миллионах других. Некоторые из них, например, что может скрываться там внизу, были несомненно более важными. Я спустился и осмотрелся, нормально все, удостоверившись, что бояться нечего, я крикнул Лене. Мы стояли в длинном коридоре, который совершенно точно не был ни погребом, ни подвалом. Архитектурой он больше напоминал застенки КГБ или подсобный туннель метро. Не знаю даже, что лучше. Вдоль стен тянулись бесчисленные провода, через которые полметра, перехваченные металлическими крюками под потолком, висели лампы, закованные в проржавевшие абажуры, а под ногами мерзко скрипела бетонная крошка. «Пойдем?» — как-то безэмоционально спросила Лена. «Куда? Туда?» «Ну да, вдруг Шурик там?» «А что ему там делать?» «Впрочем, возражать ей сегодня у меня все равно не получалось, потому что мы, презрев страх, направились в темноту». Лена шла рядом, держа меня за руку. Ой, блядь, подожди. В глазах начали мелькать отрывки непонятных образов. «Я Семен, 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 Семен!» Какой-то огромный мужик, притворявшийся Семеном из пионерского лагеря, которому 17 лет, пытался склеить какую-то абсолютно непонятную бабу. Лена шла рядом, держа меня за руку. Тишину подземелья нарушал только шум наших шагов, звуки, капающие его с потолка воды и внезапно проявляющихся образов. Мы пробирались вперед медленно, может быть, даже слишком. У меня внезапно начался приступ к клаустрофобии. Я крепко снистил зубы и сжал было, что есть силы в фонаре, но тут же ослабил хватку, испугавшись сломать наш единственный источник света. Лена молчала, ее молчание начало казаться громче любых слов. Мне стало страшно. «Скажи что-нибудь!» «Члену!» «Дверь!» «Что?» «Члену!» «Дверь!» Она показала вперед. Действительно, мы уперлись в массивную металлическую дверь со значком радиационной опасности. «Значит, бомбоубежище!» «Да, я что-то слышал. А зачем оно тут? Не знаю, может быть, Карибский кризис?» «Карибский?» Я прикинулся приблизительное время постройки лагеря. Действительно, сходится. Впрочем, бомбоубежище здесь то же самое, что аэропорт в деревне Простоквашино. Слишком уж мало глубина, да и далековато от цивилизации. Колесо от двери глухо скрипнуло, пришлось надавить изо всех сил и прокрутилось несколько раз. Я решился и с трудом открыл дверь. Мы вошли в комнату, наверное, основное жилище и жилое помещение. Несколько кроватей, шкафов, какая-то научная аппаратура к ядерному апокалипсису готовились на совесть. Хотя никаких следов Шурика здесь обнаружить не удалось. «Смотри!» Лена держала в руках сигнальный пистолет и улыбалась. «Зачем мне это?» «От чудовищ защищаться?» «Но тут нет никаких чудовищ. По крайней мере, очень хотелось в это верить. Как скажешь, гарантирую. Не хотелось ее расстраивать, потому что я засунул пистолет за пояс, мало ли что. Поэтому...» Мы еще раз внимательно осмотрели помещение. Из него было два выхода. Один дверь, один, дверь через которую мы попали сюда, и еще один, точно такая же дверь, в стене слева. На секунду я почувствовал азарт, желание дойти до конца этого лабиринта и узнать, что за плиз меня там ждет. Впрочем, вряд ли это компьютерная игра, да и возможность сохранения тут явно не предусмотрена. «Может быть, этим?» Лена протянула мне внушительных размеров фомку. «Да нет, давай сначала так попробуем». Впрочем, дверь никак не хотела поддаваться, лишь противно скрипела, но колесо... Ручка не сдвинулась ни на миллиметр. «Ладно, давай». С фомкой дело пошло лучше, уж даже слишком легко. И, наконец, преграда пала громко ударившийся пол. Оказалось, что петли насквозь проржавели. Я посветил фонарем в образовавшийся проход, за ним было точно такой же коридор, как тот, по которому мы пришли сюда. «Пойдем?» Лена словно постоянно подгоняла меня. «Куда ты так спешишь?» «Я?» «Я не спешу!» Она смутилась и покраснела. «Ну вот опять, и как мне ее понимать? То ничего не боится, то теряется от каждого слова. Тебе как будто бы совсем не страшно». «Не знаю, отчего бояться. Ты же меня защитишь!» Добавила она еле слышно. «Значит ли она надеется на меня? Верит, что что бы ни произошло? Да, это возможно. Глупо, наивно, но возможно. Сам я четко понимал, что никого защитить не смогу, даже себя здесь. В этом мире ничего от меня не зависит. Те силы, по воле которых я оказался тут, способны на что угодно. Хотя это совсем не значит, что в конце Туннеля ждет неминуемая смерть. Она может подстерегать меня где угодно в этом лагере. Пойдем». Я старался идти быстрее, но Лена, похоже, это не доставляло совершенно никаких неудобств. Она с легкостью поддерживала мой темп. Коридор был действительно точно таким же, как предыдущий. Болезненно таким же, вплоть до мелочей. Конечно, ничего удивительного, но в такой момент у меня появилось ощущение, что мы ходим по кругу. Фонарь руки начал все заметнее дрожать. Пятно света прыгает. «Вероятность успеха? Ноль». Пятно света прыгало по стенам ее полу и вдруг выхватило из темноты добой на большую дыру. Яма оказалась неглубокая, внизу виднелись рельсы. «Что там?» «Шахта, похоже». «Посмотрим?» «А почему не дальше?» «Не знаю, мне кажется, нам туда». Я прикинул высоту, вполне можно было бы вылезти, подтянувшись. Ну ладно, давай проверим. Когда я спрыгнул в яму и помог Лене спуститься, я вспомнил, что я бетар с два чая и не смогу сделать выход силы. Куда уж там, я даже один раз подтянуться не смогу. А значит, я попал в ловушку, из которой больше не выберусь. Мы действительно оказались в шахте. Интересно, что здесь могли добывать? А какие полезные ископаемые бывают в этих краях? Не знаю. Ну да, глупый вопрос. Сейчас-то уже похоже никаких. Мы начали медленно углубляться в темноту. Идти было неудобно. «Как ебанет, так в Новиграде будет огни видать!» Просил прокастенатор. Я лично впервые слушаю. Может быть, это... Алмаз проебал, бля? Сейчас вернемся. Потому что я никак не мог выбрать, куда лучше наступать. На доски, служащие шпалами, или на землю. И держаться ближе к стенам не получалось. Туннель слишком музыка. Отпускать Ленину руку я совершенно не хотел. Ленину. Не Ленина, а Ленину. Ну, типа Лены. Наконец, мы вышли к развилке. Но вот этого еще не хватало. Куда пойдем? Куда? Не факт, что мы вообще выберемся отсюда. А уж тем более будем... А уж если будем играть в Пэкмена? Во что? Неважно. Забудемся, в общем. А вдруг там тоже есть выход? Даже если есть, а если нет, значит назад. Я до крови прикусил губу. И что из силы закричал. ШУРИК! Тоже со всех сторон зазвучало глухое эхо с потолка. Печепные чары. Тоже со всех сторон зазвучало глухое эхо. Пошел нахуй, нахуй, нахуй. А с потолка даже кое-где посыпалась земля. Видишь? Ладно, тогда я одна пойду. Что? Я расплылся в глупые улыбки. Как это одна? Куда? Но Шурика надо найти. Вдруг он там? Лейна тут же покраснела и выставилась в пол. Не-не-не-не, так не пойдет. Если идти, то вместе. Хорошо, значит пойдем. Она улыбнулась и снова взяла меня за руку. И как у нее это вообще получается? Только сначала я поднял с земли довольно большой камень и высерпал на одну из балок укрепляющий стену крестик. Теперь мы хотя бы будем знать, откуда начинали. Голосование. После голосования. После голосования под странную музыку, мы решили пойти налево. Похоже, еще одна развилка. Продолжение следует... Странная музыка продолжала играть в голове. Мы снова решили пойти налево. Мы вышли к некому подобию шахтерского привала. Везде валялись кирки, каски в углу ржавая вагонетка. Все предметы были настолько старыми, что относились, скорее всего, к началу века, чем к середине. Получается, это действительно шахта. Получается, это шахта, а значит, тут бродить можно бесконечно. Но я чувствовал, что выход где-то рядом, поэтому мы отправились дальше. Похоже... Еще... Одна... Развилка. Голосование. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Теперь-то ясно, что Шурик здесь... Шурик, Шурик... Шурик, Шурик... Ответом нам стало эхо... Пошли нахуй, нахуй... Раз мы нашли галстук, значит он где-то рядом... Честно говоря, в ту минуту меня больше поинтересовало, где это здесь вообще находится... Но куда он мог... Куда он мог отсюда уйти? Из этой комнаты не было другого выхода... Конечно, возможно в этих тоннелях есть еще места, где мы не бывали... Значит придется искать дальше... Я даже отсосу тебя... Что ж... Выпей таблетки и слезь с потолка... Что ж... Что ж... Похоже еще одна развилка... Сальтуху ебануть... Ну давайте... Сты... Направо... Направо... Налево... Направо... 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 Здесь мы уже были, блядь... Направо... Значит где-то не там повернули... Надо искать дальше... Направо... Направо... Налево... Направо... Налево... 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 Направо... 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 Налево... 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 Направо, 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 налево. За очередным поворотом в свете фонаря появилась деревянная дверь. Хоть что-то. Что? Хотя бы не очередная развилка. А что там? Сейчас у нас уже точно выбора нет. Проверим. Я силой дернул ручку и открыл дверь. За ней скрывалась комната и, возможно, одно из подсобных помещений бомбоубежища. Девять. Ленка, дура! Ебанутый, что ли? Наебал меня, да, козел? Сука, товарищ, блядь. Байт, байт, блядь. Блядь, вот реально, ребят, как это выглядит для страны, для чуваков, которые просто гуляют по твичу? Они такие, такие, открыли список трансляций. Такие, блядь, что-нибудь посмотрю. Заходят к тому стримеру. Он там что-то интересное рассказывает. Они такие, ну, прикольно. Пошли дальше. Там какой-нибудь киберспортсмен сидит, блядь, минус 10 дает. Они такие, ну, блядь, круто, да. Идут к третьему. Там какая-то мафия со стримерами. Они такие, ну, прикольно, блядь, да. Потом заходят сюда, блядь, заходят сюда. А здесь, блядь, бесконечное лето. Чуваки спамят пастами и фразами. Долбит нормально, блядь. Дрыгается чат на весь экран, блядь. И еще какая-то хуйня под музон голосования. За ней скрывалась комната и, возможно, одно из подсобных помещений бомбоубежища. Повсюду валялись пустые бутылки, а курки стены были исписаны. Я нормальный, блядь, да? А значит, отсюда существует и другой выход. Мне просто не хотелось верить, что те, кто оставили все это, приходили по той же... Той же дорогой, что и мы. Однако Шурика здесь, к несчастью, не оказалось. Эх. Я бессильно сполз по стене на пол. Только потом обнаружил, что сполз на мочу. Кто-то ссал в углу этого бомбоубежища. Вот теперь мы точно все обошли. Не все. Лена показала на дверь в углу. Примерно такую же, как та, что вела бомбоубежище. Там, наверное, ее выход, как ты и говорила. Пойдем? Давай отдохнем немного. Хорошо. Лена села рядом очень близко и взяла меня за руку. Ничего страшного, в смысле? Что мы не нашли Шурика? Нам бы теперь самим выбраться. Выберемся. Да, наверное, я дорогу запомнил. Блядь, я не понимаю хуйню вот этого, знаете какую? Типа, кстати, там было изображение мертвого человечка. Смотрите. Это очень странная реакция. Она сказала, что, ну, ничего страшного, что мы не нашли Шурика, но при этом мы нашли его пионерский галстук. Или хотя бы думал, что запомнил. Мне совсем не страшно. Мне совсем не страшно. Вдруг сказала она после непродолжительного умолчания. Это хорошо. Потому что я с тобой. Вдруг за дверью в шахту послышался какой-то шум. Я тут же выскочил и принялся шарить глазами по комнате в поисках чего-то, что можно использовать как оружие. Шум тяжелой шаги приближался. Наконец, дверь распахнулась, и на пороге появился Шурик. Немая сцены, я застыл, смотря на него. Вот вы где! Думали, можете спрятаться! Что? Думали, я вас не найду, а я нашел! Он совершенно точно был не в себе. Лицо исказило страшное гримаса. Глаза под очками дьявольски сверкали, а в руках потерявшийся пионер сжимал арматуру. Ты что, совсем сдурил, что ли? Это же мы! Я вижу, что вы! Он сделал несколько шагов в нашу сторону. Я инстинктивно закрыл Лену собой. Думали, можно из меня дурака сделать? Водить туда-сюда, направо и налево, направо и налево! А я ведь ходил, все ходил! Он замахнулся арматурой, и дальше все происходило, словно замедленной съемки. Шурик, летящий на нас. Я, отталкивающий Лену в сторону. Арматура, медленно опускающаяся мне на голову. Рука с фонарем, возметнувшаяся вверх. Кромешный мрак, последовавший после учащенной дыхания. Кровь, стучащая в виска и тишина. Ужасная давящая тишина, слившаяся с темнотой. Я шарил рукой, силясь нащупать стену, как вдруг почувствовал чье-то прикосновение. Не бойся, послышался рядом знакомый голос. Ты где, черта псих, закричал я? Он ушел. Как ушел? Куда ушел? Голос Лены звучал не то, чтобы спокойно, но совсем не так, как должен звучать голос человека в подобной ситуации. Успокойся! Она нежно обняла меня и прижала всем телом. Я пытался прийти в себя, восстановить дыхание, привыкнуть к темноте, и что теперь делать? Я тебе... У тебя же есть пистолет! Да, и в кого мне стрелять? В нем же ракета осветительная. Наверное, она была права. Я достал пистолет из-за пояса, направил его в сторону, наугад и выстрелил. Комната тут же озарилась ярким красным светом. Ракета, лежащая в углу, была похожа на фейерверк или, быть может, на бенгальский огонь. Пойдем скорее, она долго гореть не будет. Куда? Лена молча указала на вторую дверь, открыла ее. Открыть ее не составило особого труда, и мы устремились в темноту. Сигнальный огонь горел все тусклее. Я спотыкался, на каждом шагу пару раз даже упал, но темпы не сбавлял. Если погаснет, и он. Наконец, впереди показался просвет, мы пришли к лестнице, упирающейся под потолком в решетку, и ракета недовольно зашипела на прощание. Погасла. Слава богу, оказалось, что мы находимся прямо над памятником Генда. Решетка была довольно крепкой, но мне все же удалось сломать ее, разбив винты фонарем. Выбравшись на поверхность, я бессильно упал на траву. Ужас какой-то. Лена села рядом. Жуть просто. Мне уже было наплевать на этот мир, на лагерь, на автобус 410, на свою прошлую жизнь. И ведь что-то самое... И ведь что-то самое страшное. Самое противное в случившемся. Не было ничего сверхъестественного. Просто Шурик спятил и сошел с ума. Ничего удивительного. Я бы на его месте наверняка тоже. Лена нежно погладила меня по голове и улыбнулась. Все закончилось. Не знаю даже. Поле собородит свихнувшийся пионер. Маньяк-убийца, можно сказать. Думаю, с ним все будет в порядке. В порядке? Нет, не уверен. Главное, что с нами все хорошо. Она все так же улыбалась. Как ты можешь быть такой спокойной? Я же говорила, что мы с тобой... С тобой мне бояться нечего. Действительно. Тогда я, возможно, спас Лену и себя за одного. Впрочем, это всего лишь случайность, не более. Будь Шурик более ловким или более безумным... Спасибо за комплимент. Спасибо за комплимент, в смысле? Пожалуйста. Но все-таки не стоило никуда ходить. Да, наверное, сказала она спокойно. Меня начало ужасно клонить сон от пережитого стресса, от усталости, от того, что уже ночь. Надо было идти спать. Но для этого сначала нужно встать, дойти до домика вожатой. Нет, на такие подвиги я не готов. Глаза закрылись сами собой, как будто бы на минуту. С неба на меня смотрели звезды, тысячи, может, миллионы. Сейчас их свет не катался далеким, холодным. Напротив, они весело подмигивали мне, словно перешептывались, рассказывали наперебой веселую сказку, как я обосрался и не смог затащить какого-то задрота-ботаника. О далекой-далекой галактике фиолетовых пушистых поросятах, о таинственном поясе астероидов, в котором пропадают корабли, о бесстрашном капитане звездолета и о его бравой команде, о невидимых сокровищах и неприступных вершинах гор планеты на краю Вселенной. Интересный это сон? Я слегка приподнялся и понял, что моя голова лежит на коленках у Лены. Долго я спал. Спросил я смущенно, но вставать не спешил. Не знаю, у меня же нет слов, рассмеялась она. Ну, примерно. Нет, может быть, пять минут двадцать? А, ну ладно тогда. Я снова лег, чувствуя, что мне еще никогда не было так хорошо и спокойно. События этой ночи, если не забылись, то стали какими-то далекими, словно из той книжки, которую мне читали звезды. Шурик вернулся. Что? Я тут же вскочил. Вот он на лавочке спит. Лена удивленно показала сторону скамеек. И ты что? Ты так мирно спал и не хотела тебя будить. Мне стало страшно, потому что такое поведение было не просто странным, оно было неадекватным, пугало не меньше безумия Шурика подземелья. Мимо проходит сумасшедший, пытавшийся нас убить еще полчаса назад, ложится на лавочку и засыпает. Она просто сидит. Ничего страшного. Похоже, он просто был немного не в себе. Лена тут же смутилась и покраснела. Да и шел он так, шатаясь в нашу сторону, не смотрел. А если я бы начала шуметь, она была готова расплакаться. Ладно, ничего страшного. Конечно, в ее словах была какая-то логика. Может быть, она поступила и правильно. В любом случае, сейчас необходимо с пристрастием допросить Шурика. Я резко вскочил, быстро подошел к лавочке, на которой он спал, и наотмашь ладонью ударил его по щеке. Ай! Он тут же проснулся. Что такое? Ты что творишь, скотина? Что? Шурик, испуганным более того, вполне осмысленным взглядом, уставился на меня. Что это было там внизу? Что? Где? В подземелье, в шахте-бомбоубежище. Совсем крыша поехала. Я тебя не понимаю. Он осмотрелся по сторонам. И почему я здесь? И где же тебе надо быть еще, по-твоему? Хотя нет, подожди, я знаю, в дурдоме тебе надо быть. Я утром пошел в старый лагерь за деталями, а потом... Потом ты ничего не помнишь? Спросила подошедшая Лена. Да, и я... Не прикидывайся. Я сказал ее спокойнее и сел рядом с ним. Хотя было действительно похоже, что он не врет. Ничего не понимаю, все это антинаучно. Как угодно, только не думай, что я тебе поверю. Ведь провалы в памяти просто так. Шурик разговаривал сам с собой, что-то не переставая бубнил себе под нос, не обращая на нас никакого внимания. Пойдем, тихо сказала Лена. И что, вот так просто оставим его тут? Он не в себе, ему надо выспаться. Да, этого психопата вообще опасно одного оставлять. Может, он электронику ночью катушкой индуктивности удавит. Все будет нормально, поверь. У меня, пожалуй, не было оснований ей не верить. Впрочем, и оснований верить тоже. Но, с другой стороны, уже наплевать поскорей бы заснуть. Ладно. Мы оставили Шурик, продолжающего что-то бубнить наедине с собой. Пришли. Что, куда? Пришли, а мне дальше. Лена улыбнулась. Всю дорогу я совершенно ни о чем не думал, просто шел за ней и сам не заметил, как мы оказались возле домика Ольги Дмитриевны. Да. Спасибо тебе за сегодня. Да не за что, не за что тут благодарить. Хорошо, хоть живы остались. И посмотрим еще, что завтра Шурик скажет. Все равно спасибо, загадочно сказала она и отвела взгляд. Ну, тогда, пожалуйста. Ладно, мне пора. Лена резко развернулась и быстро зашагала в сторону своего домика. Я тут же поймал себя на мысли, что все это как-то не так, неправильно. После всего, что произошло, всего лишь «ладно, мне пора». В таких ситуациях же обычно бывает по-другому, разве не так? Хотя я и сам не знал, что чего ожидал. Усталость заявила о себе основы силы, и я с трудом поднялся по ступенькам и вошел внутрь. На моей кровати сидела вожатая. Семен, грустно начала она. Ты где был? Ну, я, приготовившись к разносу, я совсем не ожидал подобной реакции. Ходил искать Шурика. Один? Скажу один. Да, один. И Шурик? Что с ним? Казалось, что Ольга Дмитриевна действительно переживала за судьбу пропавшего пионера. Впрочем, что в этом странного? Вожатая, может, и несколько легкомысленно относится к своей работе, но это же не значит, что она должна быть бессердечной. С ним все в порядке. По крайней мере, настолько, сколько может быть в порядке в данной ситуации. Это хорошо, а теперь спать. Подождите, но... Она так быстро выключила свет, показывая, что разговор закончил, что я не успел ничего спросить. Впрочем, а надо ли? Поинтересоваться, почему меня не отругали? И все же, Лена, что вообще сегодня произошло? Мысли неумолимо замедляли свой бег, а затем и вовсе остановились. День пятый. Бля. Эти два дня были замечательными, ребята. В лагере обосанного совенка. Лютый кусок дерьма. В принципе, как и начало игры. Конченое говно. И если бы я не рофлил и не страдал хуйней, я даже не знаю, что бы это порошу могло затащить. Любители этого игры, они лишний раз доказали свою бетарность, несостоятельность и опущенство. В принципе, сказать больше нечего. Ебаные любители бесконечного лета в моих глазах упали еще ниже. И просто не знаю, что можно сделать с ними. Например, насрать им под дверь. Возможно. Где-нибудь в лагере совенок.